Я приветствую вас славным именем Иисуса. Сегодня десятый день нашего поста и молитвы, и тема дня – плодовитость через очищение от суетного образа жизни. Человек, размышляющий о смысле своей жизни, обязательно задаст себе следующий вопрос. А в чем цель моего существования? Давид в одном из своих псалмов выразил желание освободиться от рабства от ленью и понять смысл жизни. Послушайте его слова. Псалом 36, 6 стих. «Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя». Давид говорит, «Бог, я вижу, что наша жизнь превратилась в сплошную суету, и я так надеюсь, что у Тебя есть выход». Внутренний крик человечества возложил на Бога свое упование, и Бог славным образом ответил нам в Иисусе Христе. Давайте послушаем, что об этом говорит нам один из его апостолов. 1 Петра, 1 глава, 17 стих. «И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Акца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас, уверовавших через Него у Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божья, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее упал. Но Слово Господнее пребывает вовек, и это есть то Слово, которое вам проповедано. Петр говорит, что во Христе Иисусе нам дано избавление от бессмысленной и суетной жизни. Но для того, чтобы человек не пренебрег чудесным даром, его жизнь должна сопровождаться страхом и трепетом. Два основания на страх пред Богом, которые написаны в этом тексте Писания. Первое. Бог, которого ты называешь твоим Отцом, Он есть Тот, кто нелицеприятно судит дела человека. Вторая причина, что твоя жизнь искуплена не золотом и серебром, которые сами по себе являются предметом тления и предметом суетного стремления людей. Твоя жизнь искуплена драгоценной кровью Анца. Твоя жизнь сейчас определяется ценой крови, а значит жизнью Христа, который отдал за тебя Христос. Цель твоего искупления – это новая жизнь, которая приносит плод. Твой Отец оценивает твою жизнь на основании твоего плода, а значит пред Богом принципиально важно то, что является твоим приоритетом и во что ты инвестируешь свои силы. Если ты не живешь жизнью дел, движимых верой, а все свое время и энергию тратишь на то, что временно, тленно и проходяще, значит ты пренебрегаешь цену твоего искупления и драгоценный дар новой жизни, данный тебе в Иисусе. Надеюсь, что эти короткие слова о моей речи помогут тебе услышать Слово Божье, направленное к тебе. Бог сделал все, чтобы ты жил новой жизнью. В этот день поставь молитвы, задай себе несколько вопросов. Например, что для тебя является наивысшим приоритетом? Куда ты инвестируешь свои лучшие силы? Положись на помощь Святого Духа сделать правильный анализ своей жизни. А сделав этот анализ, проси у Бога трепетное отношение к твоему искуплению. Проси у Бога помощи правильно распределить свои жизненные приоритеты. Будь внимателен к работе Божьего Духа. Он обязательно поможет тебе правильно выстроить твою жизнь. Благослови вас в этом, Господь. И до встречи вечером. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!